Всем доброе утро! Не люблю я такое утро, когда на улице темнотища. Точнее, не на улице, а дома. У меня даже голова, по-моему, болит. Ой, еще бы дышечку скачала тут на боноде. Замазывала, замазывала. Вроде бы получилось, да? Симпатичная, ничего так. Я себе тут уже завтрак почти переготовила. Свет везде надо включать, ужас. На завтрак у меня будет вот такой вот. Там у меня хамон, ветчина и... Без хамона. Ветчина, авокадо и немного сыра. Хамон. По-испански не только хамон, вот какой настоящий хамон, но и ветчина тоже хамон-йорк. Все хамон. У них здесь все хамон. Все, что свинина, это хамон. В общем, буду завтракать и бегом на улицу. Ой, на улицу. Ну да, на улицу, на работу. Так, что у нас тут на обед? А на обед у нас рис с томатным соусом, два яйца. Так захотелось яичницы, что просто жарю яичницу. Лазунью. И вчерашний салатик. Ням-ням. Сейчас чайку сделаю с конфетками. Рай. Я сегодня одна, не помню, говорила вам или не говорила. Муж в отъезде. Так что я кайфую, двигаю телом. То есть подъедаю то, что есть. В общем, да. Сейчас чай будем заваривать вкусняцкий. Какой-нибудь. У меня их много, благо. И сядем за просмотр. Сериала. Пару серий посмотрю, они по 30 минут. Поэтому отдыхаем. У нас тут на горе делают дорогу. Ну там, в той стороне. В общем, и поставили вот такой вот светофор. Смотрите, для автобусов. Я про... Чарли, Бен, Бен, Квинек очень... Чарли! Чарли! Ой! Ну, меня вообще не слушать. Бен, Бен, Бен. Блин, задолбали машину. То не одной, а то прям, как это, автовия. В общем, вот такой маленький светофорик поставили. Чтобы автобус, походу, туда ехал. Вообще, это движение туда... Или оттуда, в общем... Ай, ну, аки. В общем, непонятно как. Здесь всего улица одна. И вот там другая. Все, больше нет здесь никаких улиц. Поэтому... Просто мне этот светофор мы вот соседка гадали, гадали, что и как он работает. Смотрите, что творится. Так вот у нас тут машина разъезжает. Бен, Бен. Видите-ка, узенько. Там голубка, наверное, болеет. Голубя тоже жалко, не пойду там. Пойду тут. Бар, наверное, открыт. Пойдемте посмотрим. А нет, закрыт ресторан. А еще я на работе, так как у меня интернета теперь много в телефоне. В общем, хочу отключить у себя Wi-Fi. Так как я здесь не очень много времени бываю, и, короче, в телефоне посижу. Но дело в том, что... Ну что, тут нет такой штуки, за которую вешать, походу, нет. Дело в том, что здесь старые здания, вековые, можно сказать. И здесь очень мало связи. То есть здесь, знаете, здесь есть, там нету. И с этим вот проблема. Нужно куда-то сесть, вот не знаю куда, чтобы было... Вот если я вот здесь стою, например, здесь 100% нет связи никакой. Поэтому вот что неудобно. Ну, посмотрим. Экономка должна быть экономной. Ты почему сегодня такой непослушный? Я тебя зову-зову, машины везде задавят тебя, что делать буду? Что делать буду задавят тебя? Такой смешной. Как на него? Видите, как он настроение понимает? Да? Теперь целоваться? Сейчас целоваться полезет. Я когда на него ругаюсь, он всегда целоваться лезет. Что? Что? Почему такой непослушный? Мм? Знает, зараза. Там люди ходят. Знает, что когда целоваться, то у меня вообще желание его ругать пропадает. Да? Почему не слушаешься? Не слушаешься почему? Почему не слушаешься? Я тебя зову-зову, а ты не слушаешься. В чем дело? Мм? Целоваться лезешь? Так вот и все, желание ругаться пропадает. Да, да. Потому что такая любовь. Ну, как вот, как можно ругаться на кого-то, когда тебе лезет с поцелуями? Я вообще не понимаю. Да. Ой. Моя рыба сляткой. Не буду, не буду ругаться, не буду. Не буду ругаться. Ой, вот так вот. Все у нас погода такая же пасмурная, поэтому, поэтому, да, люди ждут, дождя ждут. А дождик не обещали. Пойду посмотрю, есть интернет или нет. Смотрите, сколько показывают градусов. А я замерзла. Почему? Потому что ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду, нагонял беду. И сказал ты мне, и сказал ты мне, больше не приду, больше не приду. Да, какой холодный ветер. Музыка. 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 Вот здесь у нас родник. Ну, написали, что вода не питьевая. Хотя раньше сюда приезжали люди за водой. Ну, типа родниковой, да. А сейчас написали, что она не питьевая. Так вот. Все становится не питьевой. Здесь вот тоже родник. Тоже вода течет. Представляете, вот это вот все течет. Вот отсюда, вот там наверху моя работа. Вот откуда-то она же начинается, да, вода течь. О, этот опять ждет трава. Не, на него посмотрите, а. О, как корову вывожу. Козленочек. Как у меня клиентки спрашивают. Он, наверное, мало ест. Я говорю, вообще не ест. Я говорю, его как козу выведу на поле. Он на травы нажрется. И все. Они такие, как так? Я говорю, вот так. Ну, ладно. Говорю, вечером еще ему яблочко дам. Они такие, а мясо? Я говорю, опять ему по барабану. Говорю, даю хамон от него. Он морду воротит. Они так посмеялись. Бананчики растут. Все у нас тут есть. Блин, ветер то есть, то нету. Непонятно как. Погода. Ну, такая вот погода. Непогода. Полотенце на работе тоже занесло внутрь. Потому что вроде бы по прогнозу нет дождя. Но как-то такие они низкие от облака. А здесь смотрите, сколько кошек. Миси, миси, миси. Здесь кошек зовут Миси, миси, миси. Там их. Кстати, их тут кормят. Так что. Ну, знаете, кормить это одно. А вот нужно, чтобы таблетки давать. Или еще что-то, чтобы они не плодились дальше. Потому что кошки же они плодятся как. Их тогда будет вообще непонятно сколько. Корми, не корми. Да. Ну, там мужчина за ними ухаживает. Может быть, добьет какие-то таблетки. Противозачаточные. Представляете, как там жить. Это же вообще. Я утром вышла, гляну. А под тобой ничего. Вообще. Это же можно умереть так. Вообще, боюсь высоты. Я раньше не боялась. Сейчас очень боюсь. Старость, не радость. Куда деваться? Все к этому придем. И, в общем, наверное. И, в общем, сейчас даже, стоя на высоком этаже, смотреть вниз, у меня прямо голова кружится. А еще мне часто снится, знаете, что... Ну, не часто, но там, блин, раз в 3-4 или в полгода, что я еду в лифте. Вот. И он застревает, лифт. И вот еще и падает. Вот так вот. Быстро-быстро падает. И я просыпаюсь. Я, кстати, знаете, где-то читала, что это значит, Мы входим в такой, в очень глубокий сон. До такого степени глубокий, что замедляется дыхание, пульс. И, в общем, тело, как бы мозг это воспринимает, как будто бы, да, ну, человек умирает. И чтобы он вот таким образом посылает импульс, ну, чтобы проснуться. И, в общем, чтобы возобновился пульс и дыхание. Я думаю, что это правда. А еще, знаете, что очень интересный факт такой вычитала. Ну, я вообще любитель вот этого. Как дети, знаете, бывают там, спрашивают, мама, что, почему вот там мы дышим? Так у меня иногда в голову заходят такие мысли, почему мы зеваем? Я однажды задумывала, слушай, а нафиг мы зеваем? И это оказывается не потому, что мы спать хотим, как многие думали об этом, а потому, что мозгу не хватает кислорода, и он таким образом посылает импульс. При зевании же мы вот так вот прям хорошо дышим, и вот таким образом мозг насыщается кислородом. Представляете? Это же очень интересный факт. Разве нет? Мне кажется, да. У меня таких много вопросов. И хорошо, что сейчас есть интернет и все такое, чтобы залезть туда и посмотреть. Так вот. Такие вот у меня интересные факты. Может быть, у вас тоже есть какие-то факты, которые очень интересны. Вот видите, не было ветра, сейчас опять паду. В общем, да. Все, мы прогулялись. Бегом-бегом домой за спортивной сумкой и на зумбу. Но еще на тренажерах, конечно, надо позаниматься. В общем, да. Все как обычно. Ничего нового. Я сейчас буду... Что у меня сварилось? Аня, помада, наверное, гигиеническая. Да. Буду, в общем, нарушать правила дорожного движения. Но вы об этом никому не говорите, ладно? А то меня посадят. Отберут пункты, очки и штраф наложат. В общем, дело в том, что... Сейчас скажу. Задом надо ехать. Задом, задом, задом. Задом, задом, задом. Типа такая дурчика. Задом, 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 задом. Знаете, для чего это все делается? Все. Все. Потому что иначе нужно ехать вон туда и поворачивать разворот. Чуть ли не на другом конце набережной. Мне-то надо время терять. Нет. Поэтому вот так вот делаю. Задом, задом, задом. Сейчас очень много... Ой, очень много дико... Очень мало народу. Погода не очень хорошая. Поэтому народу на набережной мало. Машин мало. Здесь зато вот поставили освещение. В прошлом году здесь не было. Да буквально месяца два не было освещения. А сейчас вот поставили. Все цивильно. Еще бы, знаете, что поставили? Вот сюда вот бордюр какой-нибудь. Потому что когда две машины... Очень страшно. Мне так и кажется, что я проваливаюсь туда. Что-то свет надо включить. Машина с этим едет. В общем, страшновато. Может быть, к лету и поставят. В общем, все. На ужин у меня сегодня спаржа. Обожаю спаржу во всех ее проявлениях. Но свежая она что-то как-то дороговато у нас. А вообще с майонезом. Но майонез на ночь нельзя. А вот спаржу можно. Какая вкуснятина. Вот и все. Опять неделя прошла. Что-то я замерзла. Задрыгалась. Пришла и сразу валилась. В ютубе говорю. В инстаграме посидела. Я сегодня телефон на зарядке оставила. Спаржа ушла без него. А как же приходишь? Интересно, что там в мире творится? Ничего не творится. Все как всегда. Вот. Конфетки, бараночки. Так вот глаза мне мозолят, мозолят. Все. До завтра. Пока. А, чай. Чай. Чайку попить, согреться. Вот. И фруктик может какой-нибудь слопать. Мандарин может какой-нибудь гниющий. Нет, лучше яблок. Мандарины пока не гниющий. Что рассказать? Нечего рассказывать. Все как всегда. Общаемся в спортзале. Женщиной одной. Представляете, мы не знаем, как мы с ней общаемся. Ну, нормально общаемся. Но не знаем, как друг друга зовут. Она меня компаньоншей называет. Компи. Вот. И смеется надо мной, как я разговариваю. Ну, в хорошем плане. Она говорит, у меня есть тоже, с кем она работает. Не знаю, где она с вами. Неудобно ее спрашивать, типа, где ты работаешь. И тоже, видимо, там русские есть. И вот она мне тоже рассказывала. Ну, между песнями, знаете, там, когда водички попить, там, пот вытереть. Вот мы в это время общаемся, как бы. И вот она мне рассказывает, что там, да, тоже у нее есть какая-то компаньерша по работе. И вот тоже она смешно разговаривает. Ну, естественно, смешно. А как вы хотели? Я же... Я же... Приехайте в Россию. И начните разговаривать. И мы посмотрим, как вы будете разговаривать. Нет. Она в хорошем плане. Она не... Не смеялась. Ничего. Она даже... Просто я сама даже говорю. Я смешно разговариваю. Она говорит. Да. Ну, что есть, то есть. Поэтому мы никогда здесь не станем настоящими испанками. Если честно, я к этому и не стремлюсь. Какая из меня испанка? Мне иногда даже, когда говорят, типа, надень платье, вот, фламенку, да, мне как-то, знаете, его не хочется надевать, потому что какая я испанка, чтобы надевать это платье, вот, поэтому гражданство все это, да, сделал... Ну, мне как-то смешно. Сделаешь гражданство, типа, кто-то по национальности испанка, с таким русским акцентом. Ой, не могу, смешно. Мне смешно. Может быть, есть люди, которые сделали, там, им не смешно, им нужно по работе, знаете. Если люди, которым нужно гражданство по работе, они там собрались работать где-то на официальных предприятиях, там, например, в мэрии, да, они, может быть, еще куда-то там, много... В полиции, может быть, они собрались работать, то да, нужно гражданство. Но, чтобы работать полицейским, для начала нужно образование. А умы-то здесь, типа, не учат для них, вы знаете, что нужно в школе учиться. Чтобы получить какое-то образование, доказать. Это все не так просто. У меня сейчас, кстати, подруга учится, надо у нее спросить, что у нее там... Стивия закончилась. Я в прошлый раз так и не купила. А я вот не представляю, как можно пойти сейчас и в школу. И опять учиться. Ой, я вообще учиться не очень не люблю, поэтому, блин, куда ты улетела туда вместе? Как вспомню экзамены. Аж в дрожь бросает, да ну нафиг? Хотя на парикмахера, когда училась, но это совсем не то. И хотя и на права, когда училась, мне нравилось. Не знаю вообще. Потом, когда экзамены, такой мандраж, аж сознание можно потерять. Ну его нафиг. В таком возрасте учиться. Хотя у нас знакомая, родственница, выучила, сдала на права 63 года. Мы над ней тоже все смеялись, а она говорит, а я всем вам назло сдам на права и буду на пляж ездить. И она так и сделала. Вот так. Ладно, я буду свою спаржу есть. Заварила себе рейбуш и буду с вами прощаться. И сегодня четко опять уставшая. Работа, работа, перейди на Федоте. Завтра опять работа. Всего вам самого лучшего. И до завтра. Всем пока-пока-пока. Так же, как все, как все, как все. Да, с майонетиком было бы лучше. Я по земле хожу, хожу. Пока-пока. 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 Продолжение следует...